Климатическая шкатулка 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 Просто одевая колпак, вроде русский парень, но с кыргызским гражданством, вроде стал представить. Но это именно не так, как вы представляете. Порядка 30% материала, который был посвящен полностью Российской Федерации, были изъяты из этой климатической шкатулки. И дополнены материалами по Кыргызстану, плюс к этому еще 25% добавлен. То есть фактически более половины материалов посвящены чисто Кыргызской Республике. Вот этот как раз тот конек, за счет которого нам удалось уже сделать шаг вперед и впоследствии перейти к самому главному этапу. После проведения пилотирования, апробации и доработки этого учебного материала, мы получили официальную легитимизацию этого учебного пособия для официального использования в системе среднего образования. В Кыргызстане очень много, я думаю, что и в других странах, и в Российской Федерации очень много учебных материалов, которые разрабатываются для среднего образования, для вузовского образования. Но большая часть этих материалов, как остается в библиотеках, практически нигде не используется, хотя бы из-за того, что никто не знает, как их применять, как с ними работать. И самое главное, они не имеют грифа Министерства образования. Для среднего образования это важнейший момент. И после получения легитимизации Кыргызстан опубликовал при поддержке ПРООН, опубликовал эту климатическую шкатулку на русском и на кыргызском языке. И официально, вот вы видите официальный процесс передачи от программы развития ООН, Министерства образования. Официально весь этот комплект был передан Министерству образования. И уже Министерство образования самостоятельно занималось всем процессом распространения среди средних школ, государственных средних школ республики. После того, когда школы получили эту климатическую шкатулку, начался очень серьезный процесс от переподготовки и повышения квалификации кадров. И здесь также не просто ПРООН занимался это, а специализированная организация, институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, то есть официальная уполномоченная структура в Кыргызской республике, которая отвечает за повышение квалификации учителей, занималась повышением квалификации по использованию климатической шкатулки в учебном процессе. Это дало нам возможность, с одной стороны, привлечь самих преподавателей, наиболее лучших. Им стало интереснее. Для большинства, как вы знаете, в период аттестации, переаттестации, наличие такого официального сертификата переподготовки и повышения квалификации дает возможность им определить их класс, чин и, соответственно, уровень зарплаты. Для многих это просто оказалось интересно. Но вот эта система дала нам возможность, что на текущий момент времени самостоятельно Институт повышения квалификации, без уже поддержки ПРООН, без поддержки каких-то других партнеров по развитию, проводит эти тренинги по использованию климатической шкатулки, которые поддерживаются частично частным сектором, частично другими партнерами по развитию. Но это уже отработанный учебный модуль, который включен в официальную систему переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Кроме того, чтобы мы работаем с педагогами, конечно же, очень важно работать еще с самими детьми. Проект не смог охватить полностью всю школу, и в некоторой школе мы постарались охватить, вот если вы посмотрите с правой стороны фотографии, это с далекого от Таласского села приехала женщина, которая через Facebook, через конкурс выиграла эту климатическую шкатулку, ответив на вопросы и предложив свой подход, как ее впоследствии интегрировать. Она скачала электронную версию, мы впоследствии ей предоставили печатные версии. Вот такой комплект раздаточных материалов, который использовался большей частью для поощрения школьников и педагогов, которые активно внедряют. И для самих мероприятий был сделан такой небольшой, как маска, как по-русски? Ростовая кукла. Ростовая кукла, да, вот как раз климатические шкатулки, которые используют практически на всех официальных мероприятиях. Даже пару раз на заседании правительства он так прошелся. Всем было интересно. За счет этого мы охватили одну область, когда народу стало интересно, что же за учебный материал такой, почему он использовался. И вот в этот момент времени, когда начался такое очень массовое использование климатической шкатулки, мы получили дополнительное финансирование от Российской Федерации, которое позволило провести переподготовку, повышение квалификации, педагогических кадров уже на базе собственного, наверное, наилучшего опыта. Те 21 школа, те порядка 150 школ, из них мы отобрали порядка 17 лучших примеров и провели переподготовку, повышение квалификации учителей, которые уже используют эту климатическую шкатулку. Но уже те, кто наиболее активно и хорошо используют, они показали, как они практически в своем учебном процессе используют эту шкатулку. И это получилось несколько раз более эффективно за счет того, что не какой-то эксперт, который раньше приезжал с Российской Федерации или там из центра работал, а уже свои преподаватели делились своим опытом, им было в несколько раз легче и интереснее. Завершайте, пожалуйста. Следующее, это проведение мероприятий «Всемирные игры кочевников», другие государственные мероприятия, которые проходили, это тоже интеграция вопросов изменения климата, тоже шкатулка оказалась наиболее удачной. Работа со СМИ, без этого никак мы не можем отметить. И, конечно же, по завершению проекта в конце 2018 года была проведена оценка воздействия, которое показало допроектный период понимание общих вопросов изменения климата в тех школах, в которых мы поработали, 55,2%, и по завершению проекта в конце 2018 года это 94%. И если мы говорим по разделам климатической шкатулки, то наиболее используемый раздел, который постоянно, фактически, как во всех школах используется, это первый раздел «Проблемы изменения климата», и второй «Изменение климата и влияние на природу», то есть 66% и 65%. Спасибо. Сейчас мне хотелось бы предоставить слово ученице президентского лицея для одаренных детей в городе Шанбе, Республика Таджикистан, Махназа Кобирова. Здравствуйте. Как мне сказали, как же представили, я Махназа Кобирова, ученица президентского лицея-интерната для одаренных детей, Республика Таджикистана. Представляю вам проект «Экологические аспекты переработки использованных в пластиковых петелок». Задумалась я над этой темой после просмотра радиороликов в интернете о том, как большое внимание уделяется отходам в других странах и повторному использованию отходов из пластика в частности. Благодаря проекту «Климатическая шкатурка» мне удалось узнать, что если вторично использовать сырье из пластика, то мы можем уменьшить углеродный среды на 80%. Таким образом, я начала делать опыты в домашних условиях, чтобы убедиться, до какого процента мы можем уменьшить углеродный след в будущем. В результате у нас получилось 4 продукта, которые я приготовила из сырья использованных 5 бутылок, которые нигде не перерабатываются. Первый продукт, который у меня получилась, это тротуарная плитка. Второй – это черепица, как видите на экране. Что приготовить тротуарную плитку и черепицу нам понадобится использованные пластиковые бутылки, которые нам достаются бесплатно. Так как я это делала в домашних условиях, нам понадобится только ножницы, чтобы измельчить их. После этого мы должны плавить это сырье, чтобы приготовить черепицу и плитку нам понадобятся различные формы. Как видите на экране, первое – это чтобы приготовить плитку, второе – чтобы черепицу. А дальше, после сплавления пластика, как видите, мы должны добавить туда в состав, входит песок. Чтобы приготовить плитку, нам понадобится 400 граммов песка, а чтобы приготовить черепицу, нам понадобится почти что килограмм песка. Потом, после этого, нам надо тщательно все это перемешать, у нас получается смесь. И мы должны заливать эту смесь в форму. После некоторого времени, после охлаждения, мы можем тасовать в такие формы. Как видите, я могу вам в качестве доказательства, я могу вам показать пример плитки, которые различаются свойством прочности, что ломаются, как другие обычные стандартные плитки. Следующая продукция, которая была приготовлена в домашних условиях, это мозаики и трубки. Данные мозаики мы можем использовать как декоративные вещи. Например, чтобы приготовить этот вид мозаики, нам понадобится второй вид пластика, который используется в моющих средствах. Опять же, процесс приготовления очень прост. Мы только измельчили второй вид пластика. После этого, так как у нас не было специального оборудования, мы использовали духовку в качестве этого. И при температуре 100 градусов мы нагревали в течение 10 минут. После этого, как видите, у нас получаются квадратные вот такие мозаики. мы можем их поделить на квадратные части и можем использовать как декоративные вещи. А также четвертая продукция – это трубки. Процесс приготовления трубки очень прост. Нам понадобится бутылкорез, который вы видите на экране. С помощью бутылкореза мы делали ленты из пластика в 5 бутылок. Как видите, после этого нам понадобится, можно сказать, что устройство, которое с отверстием. Так как у нас отверстие было диаметром 2 мм, у нас получились трубки 2 мм. Мы должны эти ленты нагревать в отверстие, и у нас получаются трубки. Также этот проект был представлен как бизнес-проект с бизнес-планом. Проект, который был проведен со стороны UNDP и посольства Норвегии под названием «Бизнес-конструктор». В этой программе этот проект мы представляли под названием «Экопласт». И так как эта проблема в Таджикстане реально требует серьезного подхода к решению, в этом проекте мы получили первое место. И вот таким образом мы уверены, что этот проект будет реализован. Реализован. Спасибо за внимание.